Тут вот такие ребятишечки, маханьки, я дам еще двое детей. И у них трясутся все. В общем, короче, нет отопления. Жители расцвета, говорят, на улице приятнее, чем в холодной квартире. Батареи там не работают. Родители ждут городских бабушек, чтобы те забрали внуков в теплые квадраты. В ледяной садик их не отвезти. На предпринимателя Армена Сейроняна люди не злятся. Жители страдают из-за этих неплательщиков. И это, конечно, обидно. Почему они всю зиму и не одну зиму живут за счет других? Ну, какие-то паразиты у нас тут. Должники – первая причина отключения котельной. Вторая – это само предприятие. Этой зимой вышли из строя два котла, и много денег ушло на ремонт. В котельной сегодня мертвая тишина. Первый и самый мощный отремонтированный котел стоит без дела. Кстати, его починка частнику обошлась в 1 миллион 700 тысяч рублей. И это одна из причин, почему предприятие ушло в минус и финансово выправиться не может. По словам арендатора котельной, спасти положение могли бы выпадающие доходы. Но правительство их не платит. Коммунальщики выбивают их через суд. Два сто выпадающие. Два сто – это висят выпадающие? Где-то в воздухе? Да, в воздухе. Которых вы не видите? Нет, конечно. А вы что-то пытались делать? В суд, может быть, обратиться? Ну, мы в суд будем обращаться. Но один раз мы обращали, нам отказывали. Местная власть помогать котельной не может, а бороться с энергетиками будет с помощью правоохранителей. Администрация Рассветовского сельсовета обратилась в прокуратуру, чтобы они приняли меры прокурорского реагирования к МРСК Сибири, о том, чтобы ИП Сираня смог возобновить подачу теплоснабжения. Вполне возможно, что завтра появится это тепло. Не появятся уверенные энергетики. С их слов сельсовет что-то недопонял. Меры прокурорского реагирования – это просто предупреждение, чтобы МРСК, вводя ограничения, не нарушала закон. Наши действия полностью в соответствии с требованиями законодательства. Мы считаем, что мы правы. Поэтому, несмотря на поступившие прокурорские обращения, обращения прокуратуры, предостережения, мы свои действия не останавливаем, продолжаем работать в этом направлении. Энергетики настаивают. Рубильник включат после полной оплаты долга. Это 2 миллиона 600 тысяч рублей. Отсрочку предпринимателю энергетики давали. Впрочем, свое слово еще не сказала прокуратура. В прошлый раз, когда отключение было на Хактеке, тепло в дома вернулось быстро. А потом попало и коммунальщикам, и энергетикам. Даяна Эвельсон, Василий Самоделкин, Нотабене.